Такой мальчик вот такой глазастый, еды не ждет. 20 градусов уже в следующий день, но там ветрано и холодно. Ой, это завтрак, когда я забыла снять. Так, а здесь я жару свою картошку, ну, сама лично. Это молодая картошка. А, сколько это? Это что, кружа? Это кружево. Смешай, новый вкус получай. Потому что с отцом мы поругались, с Захаркиной папой. И я подумала, как свалить отсюда. Тяжело очень сваливать, потому что до Калининграда поезд едет только с Адлера. Адлер, Калининград получается. В общем, загвоздка только-только. Я бы уже с маленьким ребенком уехала. Понимаете? Потому что мне тяжело одной. Очень тяжело. Ну, где-то, может, преувеличение. Нервную вот эту болячку я получила, потому что в основном одна была. Одна, одна, одна. Мама же везде пишет, мама должна отдыхать. Мама в норме в Европе, что женщина ходит к психологу, потому что крышу срывает. Да не значит, что она... Я обожаю своего ребенка. Я его обожаю и никому не отдам. То есть я могу его забрать и в темной ночи просто уйти. Но будет ли ему лучше, да? Он может так замерзнет. Поэтому, грубо говоря, я никому его не отдам. Какие в роддоме он был? Я очень люблю Захарку, но я должна отдыхать. Я даже не хожу в салоны красоты никуда. Как делают это другие. Да, Брюс? Так, ну что, я допиваю свой черный чай с лимоном. Сейчас буду тот же разжигающий делать. Потому что мне нужно лечиться. Лечения толком никакого нет. Тишина, тишина. Никаких слез. Я проплакала позавчера, вчера. Нельзя плакать. Вообще мышцы лица, даже улыбаться по сути нельзя. Но сам по себе смех и улыбка вырабатывают какой-то гормон. То есть счастье. И поэтому это уже выздоровление. Продлеваешь даже как-то себе жизнь. Но плакать мне категорически. Один раз сказал доктор. Они же много не будут говорить. Они сказали все. Мы им никто, правильно? Если свой человек, свой муж, он... Чуть не поняла, а передача закончилась, что ли? Я песни смотрела. Получается, что да. Если свой человек тебя не... У него тоже свои проблемы, на работе проблемы. Он там тоже ругается. Ну, я ждал. Я целый год сидела, когда отец у него умер. Они знали, что он умирает, да. Уже знали, что рак. Потом они ездили с ним с бумажками, там. Оформляли вот эти наследства. Все. И его практически на выходных тоже не было. И нужно было как можно тоже с папой. Он с папой очень мало находился. Опять же, типа из-за нас. А у меня грудной ребенок на руках. Он умер в конце мая, а Захарке 16 июня было только полгода. Я одна, я одна. Молодая девчонка, я ничего не умею. Ведь я ничего не умею, представляете? И с каким-то, со своим еще там слабеньким здоровьем, да? Вот, и с 8 июля у меня начались проблемы. Я как сейчас помню, я тянула, тянула, тянула. Все, и вот 8 июля я стала болеть. В общем, не важно. Важно то, что... Девочки, вы понимаете, мне нужно было... Я просила, дайте мне одну ночь поспать. Дайте мне одну ночь поспать. Если он забирает Захарку, едет к своей маме. Понятно, у матери тоже горе, мать тому тоже болеет, то есть все. Но... Забирают, хотя бы сам в другой комнате, подолбался бы Захаром, а я поспала. И так раз в месяц, хотя бы раз за месяц, у меня не было ни одной такой ночи до года. Сейчас тоже спасибо не надо. Он еще говорит, сейчас давай. Они говорят, что, значит, это из-за того, что типа грудью я его кормила. Да мне насрать, чем я кормила. Я кормила вашего ребенка. Да, дала все себя. То есть... То есть... Представляете, конечно, мне нужен психолог. У меня обиды. Просто так. Естественно, у меня будет ком в горле. Я не знаю. Вот у меня лицо болит. Все болит, все нервы болят. Такая вот... Такая ненависть, такая обида невозможна. Я одна, мама рядом, у меня здесь нет. Я бы уехала, потому что уже и в полгода вот это все. Но не получается. До Краснодара ехать 3-4 часа. Как я с ребенком поеду? Дальше. Самолет у нас с пересадком в Москве. Посмотрела самое меньшее нахождение в Москве, в аэропорту. 6 часов 45 минут. Блин, что я буду Захар к этому делать? Тоже опять. Он же снесется, не полежать, ничего. В общем, отсюда, значит, самолет летит до Москвы. Потом 6.45 проходит. И... Оттуда Москва-Калининград самолет. Ну, транзитный, да, рейс такой. Я не знаю, как я это все вытерплю. Дальше. Вопрос таком. Как мне его перевозить? У него нет загранпаспорта. Мне его надо же вписать в паспорт. У меня еще не вписан. Кстати, вы вписывали свои где-то в участках, который родился в последние 5 лет, 10. У вас вписаны дети в паспорт. Нужно ли это делать? Я думаю, что нужно, раз там есть такая страничка. Как-то вот так. Пять вот. Больше ничего говорить не буду. От любви до ненависти один шаг. Как питание Захаркина брать? 6. И все самой тащить. Кстати, не дай бог, где-нибудь меня замкнет от нерв. Рука откажет, нога. Лицо, просто лицо перекосит, то, что я боюсь. это вот не врет все нервы, троничь, то, что вот его перекосит и все. Это ненормально, и муж мотает нервы. У родителей никаких условий нет у моих, а приходится делать такие действия, бежать просто. Я устала, я постоянно одна, мне так не могу. Мне надоело, он все равно не разговаривает по несколько дней. Я устала от этого. Он, знаете, дитё мало, я не могу. Не знаю, может, я вот так обижаю. Ну, мы-то договаривались, он мне обещал, договаривались, что будет по-другому. Только обещаю, это ведь ничего не исполняет, ничего не меняется. Ну, что, Захар, мы пойдем, чтобы гулять или нет. А, сынок? Мама выключила телевизор. Хотя, может быть, надо было. Ну, сейчас я его уже спущу. И все. Картошка, гляньте. Не, люблю, конечно, зажарить сюда, блин, я такую черную уже. Так, где мой чай? А, Захарке купила зодок вчера, вот такой. ножка у него покраснела и вздулась от привинара, мы кололи. проваляется. Что мы тут делаем? Это его саки. Он обоссался ночью. А то надо убрать это маленькое, так убираю. подгузники. Если так от отца уйдем, так и не знаем, на что будем жить. Всю постель обоссал, приходится сушить. Вчера вообще ужас был. Смотрю, уже полчаса ходит с надутым ртом. Моя ему до этого что-то давала. Из еды. Вот. Выхожу, короче, с лоджи. Так, знаете, просто так заглядываю в рот ему. У него вот эта штука была во рту. Господи, как он ее не проглотил, как он не проглотил. Я, блядь, тут вообще пиздец чуть не сдохла. Захар, ты как учудишь, честное слово, сынок. Губастик. Как он открутил? Прикольно, да? Вот она, тут пищит. Это звук. Та-дам. Та-дам. Та-да. Та-да-та-та-та-та-та-та-та-та-та. Та-да. Та-дам. Сейчас все развалил. А что опять? У нас другие мелодии были. Время, тая-да. Время поджарной картошкой. Давай быстрей. Вот, Брюс, еще надо что-то положить из-за этого. Сейчас смузи надо сделать. Банана нет, но банан полы грязные надо полы мыть выключается тоже воды там мало как нельзя чайники греть таблетку выпить это я утром пью натощак сейчас выпила комплекс этот витамина b бирока этот сейчас через другие выпью наконец что вчера его пила этот чай это вот половину я выпила захлеб так ходила и пила чуть поташнивать стала но я потом пять минут его нужно настаивать но я потом абстрагировала забыла об этом 45 минут и прошло это все дело это было нужно делаться больше спортом заниматься но это все не про нас это значит ребенком нужно идти гулять так живешь живешь ставрополе радио папаши надо любить все что где живешь самое главное да вот и писать я так ушла уезжаю потому что развожусь писать вот это думать я все собой заберу все свои вещи захаркины сколько там это шу всякого как в калининград не как стоило мне уехать блин а я показывала да они не закончились вот эти духи по моему это иван вот эти я их еще хочу или хотя бы наподобие такого аромата нет в эту сторону лучше какой вкусный какой вкусный аромата такие мне нравится мягкие нежные вот эти вот у меня он закончился я не вижу название тут на написано уже стерлась сэн сэнсуэль сэнсуэль чешу короче я их еще где их такие найти лин или наподобие скажите мне мужа профилу мужа вот такой иван лук кстати хороший айге на повседневку на работу ходить дальше это это дезодорант акс тоже на подседневку на подседневку и на выход у него богарт туалетная вода такая богарт и босс у него еще штуки две таких бюджетных уже закончились пойдем сынок у здесь как а захар ждем я время не засекла не засекла я время ну что ж ладно знаете что мне жикарный прыщ сейчас и чай вытащу я была у гинеколога наконец-то дошла сначала утром съездила сделала узи органов таза до а потом сразу же пошла гинекологу по прописке как разговаривает общается мне понравилось доктор вот она мне спрашивает молоко еще проверяла идет нет они остаются ли на одежде игра на одежде все вообще она вопроса больше не имела пришла домой надавила на соски у меня молоко вышло то есть мета молоко есть в общем я смотрю по своим грудям они какие-то большие особенно одна грудь больше другой я не знаю как от нее избавиться мамологу идти ахар было бы еще с кем ребенка оставлять быстро уходи отсюда вы быстро задавлю тебя задавлю быстрее там грязно отходи дурочка о врезался все на стоп поставили куда ты опять пошел но 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 маш маш малыш хотела сказать ну давай сейчас мама пока выпить чай мне припихнуть хочу вот видимо по домашнему я выгляжу вот желтый тут нужно подумать что я в положении ну сколько себя помню мне всегда живота было я уже третью кружку заваривала чая ну уже черный чай в составе просто с добавками в мире это все уже третья кружка не знаю мне так можно или нет захарка спит я ему пытаюсь подстричь ногти никак он просыпается и все сельдерей смузи буду делать апельсинового сока чтобы побольше взять а то они уже портятся лежат тут яблочко возьму и вода будет нету бананов ну зато менее калорийно все поехали что у меня так гудит здесь не пойму вот это наверное гудит это что ж она гудит так так ложку я еще семена че называю ложку этих лен белый дальше яблоко апельсин яблоко апельсин апельсин яблоко вы знаете это едят нет я не знаю мне нравится вот я попробовала первые жизни ну во всяком случае я не помню мне нравится и аромат такой знаете какой-то такой как будто с востока что-то надо убрать надо убрать у меня получилось заваривается чай семечки я люблю целые девочки знаете что мне сегодня приснилось мне приснилось что у меня два передних зуба трещина сначала была и потом один второй все-таки отвалился к чему это это что за ужас я буду на каждый влог вам показывать если у меня это будет все нормально получаться один апельсин все-таки остался я про него просто забыла вот это надо выкинуть его никто не ест ничем оно тогда тут на сушку поставила масло закончилось сахаркин компот тёплая вода сюда не подходит усмешала чайник прививку мы делали на автобусе с ним ездили первый раз первый раз мы с ним поехали на автобусе потому что он уже такой большенький сели на остановки благо он доезжает ну как не прям до нашего дома но до нашего района а потом пешочком шли естественно что ребенку сделали прививку она привинар по-моему да он говорила она очень мощная как и кдс сложная прививка очень от пневмококовых несколько там штаммов или как назвать очень мощная мощная у него температура все что угодно бывает дети короче аллергия такая бывает что вплоть до перекрытия дыхания причем на 10 день знаете то есть когда мамочка уже думает что все слава богу все хорошо ножки припухлась краснота ушла поэтому надо давать антигистамины вот ну и я чуть-чуть помогала ему несла его где-то где-то мы пешочком шли вот стараюсь так приучать приходится быть самостоятельным потому что знаете сегодня муж есть завтра мужа нет так вот я на этом завершаю наш влог всем пока пока комментарии пишите мне пишите сюда